Я знаю, что вы ждёте от меня. И вы получите даже больше, чем ожидали. Только сказано об этом вам будет, не говоря. КОНЕЦ Сегодня в сеансе с Кашпировским. Сможет ли наука объяснить необъяснимое? И какие новые сверхспособности появятся у знаменитого экстрасенса Мехди благодаря чуду-обручу? Невероятная встреча спустя 20 лет. Ронни Маркус в Москве. Удастся ли ему повторить свои опыты под прицелом видеокамер? Или его ждёт провал? Этот человек прилетел в Москву всего на один день. Только для того, чтобы вновь увидеться с доктором Кашпировским. Я помню необъяснимые вещи, которые вы делали. В его руках ложки ведут себя, как пластилиновые. Металл не только гнётся, но и ломается, а стекло взрывается. Всё это Ронни Маркус проделывал на глазах у доктора Кашпировского тогда, в Израиле. Но сможет ли он повторить то же самое сейчас, 20 лет спустя? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Это фантастика. По спирали согнул ложку. Попробуй выпрямить, а ты его изменяйте, надо плоскогубцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продлагаю следующее. Вот все видят эту вилку. Давайте мы попробуем её на крепость. Видите, трудно её согнуть. Никакого подвоха, ничего. Вот, мне само интересно, что сейчас будет. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он её держал, еле-еле вот так пальчиком удержал. Не было какого-то нажатия, ничего не было. Вот что-то он хочет уже по своей инициативе сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ложками Ронни Маркус справился без видимого труда. Но у доктора Кашпировского есть задания и посложнения. Ну, в обыкновенной электрической лампочке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять баллов. После встречи доктор Кашпировский лично отсматривает записи эксперимента. Может быть, всё это просто ловкий фокус? Дайте изображение с другой камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увеличьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю. Доктор Кашпировский убедился, силой воли можно воздействовать на предметы. Но помогут ли сверхъестественные способности разгадать тайну кровавого маньяка и спасти невинного ребёнка? Я о себе не буду говорить. Обо мне пусть говорят люди, которые я помог, а сам нет. Экстрасенс Мехди – столичная знаменитость. Он может многое, и подтверждений тому достаточно. Благодаря ему на дне Чёрного моря был найден древний греческий город. Он указал место, и водолазами со дна были подняты уникальные артефакты и украшавшие древний храм шары. Но Мехди предпочитает не злоупотреблять звучным названием своей профессии. Есть экстрасенсы, которые, на самом деле, много чего могут сделать, да? Но их так мало. 5-6 человек всего мира. Мы мало о них и знаем, потому что их вообще не показали по телевизору. И не нужно это. Есть экстрасенсы, которые ничего не могут сделать. Они используют таким образом это название. Это как бизнес для них. Ни о каких деньгах даже и речи не шло, потому что этот человек бескорыстно проявил желание помочь. Помочь просто матери, которая потеряла ребёнка. Не характерно. Я привезла Гришину фотографию. Мехди тщательно изучил фотографию ребёнка. Но обнадёжить перепуганную мать ему сразу не удалось. Он закурил трубку свою. И вот есть такая карта округов Москвы. Он разложил её на столе. Задумался. Сотрудник военной кафедры МГУ Евгений Радимин всю жизнь занимался разработками для армии. На многих его изобретениях стоит гриф секретности. Если раньше я работал в области военной техники, последние 10 лет я занимаюсь устройством медицинского назначения. Своё главное открытие он тоже совершил в секретной лаборатории. Вот он, обруч Радимина. Не слишком похож на чудо-прибор из будущего. Но именно с его помощью учёный оказался способен на невероятное. Евгений Радимин научился силой собственной мысли управлять электрическими приборами. Сегодня на ваших глазах Евгений Радимин продемонстрирует свои способности доктору Кашпировскому. Сейчас мы проделаем эксперимент с детской игрушкой. Создаём отрицательный угол, чтобы никто не сомневался, что машинка у нас поедет к горку. Под управлением пульта дистанционного управления машинка двигается без труда. Но вот учёный откладывает пульт в сторону. Сейчас я то же самое попробую сделать без пульта. Ещё раз этот кадр. Евгений Радимин утверждает Основная задача его обруча Защитить метеозависимых людей От губительного воздействия любого электромагнитного поля Будь то влияние Земли Или излучение бытовых приборов Вот ученые демонстрируют нам возможности своего изобретения Этот прибор регистрирует любое электромагнитное воздействие Я включаю источник электромагнитного излучения Прибор у нас показывает 105-104 единицы, 106 Что он покажет, если будет защищен обручем Радимина? Если он показывал 105-106 единиц, сейчас он показывает 25 единиц Остановите Увеличьте Сила напряжения электромагнитного поля упала в более чем 4 раза Ученый уверен Если человеческий мозг обезопасить от разрушительного воздействия Внешних электромагнитных полей Его собственное поле станет мощнее Как следствие, у каждого человека усилится его внутренняя энергетика Да, очередная загадка природы Однако доктор Кашпировский не удовлетворен Он хочет проверить, действительно ли обруч Евгения Радимина Может усилить экстрасенсорные способности человека Тем более, что сам ученый задается тем же вопросом Если благодаря сребряного обруча я, в общем-то, обычный человек Смог развить в себе необычные способности Я полагаю, что экстрасенс сможет развить их еще больше Но кто поможет исследовать прибор? У доктора Кашпировского есть на примете достойный кандидат Экстрасенс Мехди Чтобы научиться управлять своим даром Он много лет прожил отшельником в иранских горах Теперь Мехди видит на расстоянии Считывает болезни, чувствует смерть Я сразу почувствую Человек жив или мертвый